На Псалом 144. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. На этот Псалом должно обратить особенное внимание. Он содержит в себе те выражения, которые, посвященные в тайны, часто припевают. Как-то. Птих 15. Птихай благодарности за такое благодеяние, прославляй даровавшего Тебе такие блага, и повторяй эти слова, настраивай душу Свою согласно с ними. Произнесу Тебя, Бог мой, Царь мой, оказывай великую преданность Богу, чтобы я тебе сказал Он, как об Аврааме, Исааке и Якове. Я из Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Якова. Если ты будешь говорить Бог мой, Царь мой, и не только говорить, но и показывать великую любовь к Нему, то и Он скажет о тебе, Раб мой, слуга мой, как сказано о Моисее. И благословлю имя Твое в век и во век века. Видишь ли, как порог открывает несколько и будущую жизнь. А благословение, оно разумеет не только совершаемое словами, но и делами. Так Бог и превозносится, и благословляется. Так и в молитве нам заповеданно говорит, да светится, то есть да прославляется имя Твое. На всякий день благословлю Тебя, буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое в веки и веки. Это особенно свойственно душе благочестивой отрешать от дел житейских и воспевать хвалебные песни Богу. Да и стыдно было бы человеку, существу разумному и превосходящему, все видимое. В деле словословия быть ниже других тварей. И не только стыдно, но и безрассудно. Не безрассудно ли это в самом деле, когда другие твари каждый день и час рассылают хвалу Господу? Небеса, говорит Солмопеис, проповедуют славу Божию. И о делах рук Его вещает тверь день-дню. Открывает речь, и ночь-ночь открывает знания. И солнце, и луна, и разнообразный хор звезд, и стройный состав, всего прочего проповедуют о Творце Своем. Поэтому тот, кто превосходнее всех тварей, и не делает этого, а даже ведет такую жизнь, что ею хулиться, сотворивший его Бог, может ли удостоиться прощения? Какое может иметь оправдание тот, кто сотворен для благоугождения человеколюбивому Богу и наслаждения благами будущего царствия, но нисколько не заботится об этом, а предается житейским делам и мирским заботам? Но не таков был пророк. Он всю свою жизнь возносил хвалу Богу и словами, и делами. Подлинно мы обязаны Ему многим. Он сотворил нас несуществовавших. Сотворил нас такими, по сотворению сохраняет нас и каждый день промышляет о всех вообще, и о каждом в частности, и тайно, и явно, и заметно для нас, и незаметно. Можно ли исчислить все видимое, что Он сотворил для нас? Служение, которое видимые твари доставляют нам, устройство тела, благородство души, ежедневное попечение о нас посредством чудес, законов и наказаний, разнообразное непостижимое Его промышление, главнейшее же из всех благодеяний, что Он не пощадил для нас и единородного Сына. Благо уже дарованы нам через крещение и другие таинства. И те неизреченные блага, которые будут дарованы, царствие, воскресение, жизнь, исполненное всякого блаженства, кто стал бы исчислять все это порознь, тот погрузился бы в безмерное море благодеяний и увидел бы, сколь многим Он обязан человеколюбивому Богу. И не только поэтому, но и по величию славы Его и неизменяемости существа Его подобает Ему от нас хвала, благословение, постоянная благодарность, служение и непрестанное поклонение. Это выражает и пророк, когда говорит «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Сказав «Благословлю и восхвалю», Он объясняет, что Бог не имеет нужды ни в похвалах наших, ни в благословениях, что к славе Его ничего не прибавляется от славословия служащих Ему, потому что существо Его неизменно, все довольны и не имеет нужды ни в чем другом. Но сами словословящие делаются от того более славными. Впрочем, и не для этого только мы должны славословить Его, но и за превосходство Его славы, на что указывает и пророк, когда говорит «Велик Господь и достохвален», то есть не имеющий ни в чем нужды. Что значит «достохвален»? «Достоин хвалы, словословия хвалебных, песней и не просто хвален, но достохвален». Это тоже присокупил пророк. А в какой степени хвален, этого он не мог выразить слов, и потому прибавил, и величия Его нет конца. Смысл этих слов следующий. «Имея великого Господа, будь и сам ты высок, и отрешись от дел житейских. Питай мысли выше ничтожества вещей настоящих, не для того, чтобы сделать себя гордым и надменным, но великим по душе и высоким по уму. Иное высокомерие, иное великодушие. Высокомерен тот, кто хвалится маловажными вещами и придирает подобных себе рабов, а великодушный смирен по душе и все великолепие настоящей жизни считает за ничто». 522. «Где теперь те, которые говорят, что они так знают Бога, как Он знает сам себя? Пусть выслушат они слова пророка. «Величие Его нет конца, и устыдятся своего безумия. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем». Как обыкновенно поступает порок и в других местах, так поступает и здесь. Выразив удивление величие и славе Божией, он переходит к раскрытию дел Его. То же самое он делает здесь «род и род», говорит, «восхвалят дела Твои, доказывая величие Божией делами». То есть оно и явилось не в одно только время, и потом прошло. Не в течение двух или трех лет, но продолжается во весь настоящий век. Так что каждый род видит действие Его. Это значит слова «род» и «род». То есть род настоящий, следующий за ним, и следующий за тем, и опять следующий. И каждый из последующих, именно твари, во все время продолжающие свое существование. Небо, земля, море, воздух, озера, источники, реки, семена, растения, травы и происходящие от них благодетельные следствия. Течение природы, никогда не требовавающиеся, дожди, времена года, постоянно повторяющиеся, ночь, день, солнце, луна, звезды и все прочее. Кроме того, дела, совершающиеся в каждом поколении, и в частности вообще к исправлению и ко благу всего рода человеческого, происходившие у иудеев непрестанно чудеса, знамения, промышления Божия, открывавшиеся в изобилии плодов, в победах над врагами и во всем прочем. Также чудеса, бывшие во время пришествия Христова, при апостолах, во время гонений, чудеса многочисленнейшие и много превосходившие величием своим чудеса древние, или, наконец, дела, совершающиеся в наше время. Подлинно, нет времени, которое, кроме общих дел Божиих, не представляло бы знамений промысла Его. И силу Твою возвестят, и посредством благодеяний, говорит, и посредством наказаний, потому что во всякое время Бог не перестает всеми способами промышлять о нашей природе. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Сказав о силе Божии, пророк показывает, как она велика. Она совершала непростые и необыкновенные дела, но совершала так дивно и необыкновенно, так высшей природы человеческой, что дела Его исполнены чудес и славы. Представь то, что происходило в Египте, в Палестине, при Аврааме, при Исааке, при Иосифе, опять в Египте, при Моисее, в пустыне, по вступлению в обитованную землю, потом в плену в Вавилонском, при Навуходоносоре, в Пищи Вавилонской, в Орве Львинном, при возвращении с плена при пророках. Все это возвещает силу, славу и величие Творца и внушает великое удивление и изумление. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих и буду возвещать о величии Твоем. Этим пророк показывает, что сила Божия совершенно достаточна и для того, и для другого, и для благотворения, и для наказания, и что все исчисленное заключает в себе то и другое. Впрочем, не только в тогдашних событиях, но и в природе можно видеть много орудий для тех и других действий Его. Например, для страшных действий громы, молнии, вихри, ураганы, моровые язвы, снега, грады, повальные болезни, морозы, засухи, наводнения. Также между присмыкающимися драконы, скорпионы, змеи, между летающими саранча, между низкими пёсами, мухами, гусеницами. Всё это орудие промысла, которое исправляет людей, прогоняет леность, пробуждает от глубокого сна, приводит от беспечности к бодрствованию. И не только в этих действиях, но и в противоположных силах его совершенства. Поэтому, желая внушить нам и это, пророк сказал, будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. И мы, после того, как исчислили страшные дела Божии, должны сказать и о противоположных им. Таковы из вещей, видимых и окружающих нас. Перемены времён года и дня, сады, луга, различные цветы, вода, годная для питья и приятная, благотворные дожди, плодородие земли, различные плоды, разные дерева, благоприятные ветры, солнечный луч, лунный свет, разнообразный хор звёзд, тишина ночи, из бессловесных овцы, валы, козы, из диких серны, олени, зайцы и многие другие, из пернатых индийские птицы. Вообще, в делах его можно видеть не только наказание, но и благодеяние. И благодеяние гораздо больше, нежели наказание. Притом, наказанием он внушает страх. А если иногда и на самом деле приводит их в исполнение, то по великой бесчувственности тех, которые не исправляют со страхом, благодеяние же он посылает с любовью, хвалится ими, и на самом деле простирает их не только на достойных, но и на недостойных. 524. Так, устрояя различным образом наше спасение, Бог посылает то благодеяние, то наказание, и первое чаще, нежели последнее, потому что первых только и желает. И гиеной он угрожает не для того, чтобы вернуть нас в нее, но чтобы не ввергнуть. Ее он приготовил для дьявола. И дети, говорит, в огонь уготованный дьяволу. А для людей приготовил царствие. Внушая, что он не хочет ввергать человека в гиенну, он говорит, «Благ Господь ко всем, и щедроты его на всех делах его». Видишь ли, как и пророк останавливается на благодеяниях Божиих, и об них воля распространяет речь. Он ясно знал, что в этом особенно состоит богатство Божие. Невозможно было бы нам и спастись, если бы невелико было человеколюбие его. Невозможно было бы нам существовать, не пользуясь великой его благостью. Поэтому и сам он сказал, «Я есть заглаждающий беззакония Твои, и во грехах Твоих защищаю Тебя». «Щедрый милостив Господь». Посмотри, как пророк показывает неизвеченное его человеколюбие. Бог не только милует согрешающих, но и являет и другой немалый вид человеколюбия – долготерпение, чтобы грешники пришли в раскаяние и при человеколюбии Божьем достигали спасения и собственным старанием, получая таким образом дерзновение перед ним своими подвигами. «Он не только милостив, но и много милостив», – говорит пророк, выражая, что великое милосердие его не может быть неизмерено, но превосходит всякое слово. Далее, сколько возможно, он объясняет это, прибавляя слова «благ Господь всех и щедроты его на всех делах его». Что значит «всех»? «И грешникам, – говорит, – и к живущим в беззакониях, не одни праведные, делающие добрые дела или кающиеся, но все тем самым, чему они подвергаются, возвещают милость и благость его. Если кто спросит меня, кому Бог оказал благость, то я скажу не Авелю только, но и Каину, не Ною только и детям его, но и погибшим от потопа. Он все дает по человеколюбию. А чтобы ты убедился, что он благ ко всем, рассмотри вот эти события. Не делом ли великой благости, скажи мне, было то, что братоубийцу, дерзнувшую на такое убийство, скорнившего руку кровью и поправшего божественные законы, он предал такому наказанию, которое составляет больше вразумления, неже наказания, дабы и самого грешника продолжительностью времени очистить от сделанного греха, и других научить тем, чему он подвергся. Не делом ли великой благости, скажи мне, было то, что современникам потопа, бывших неисцелимо больными и не исправлявшихся ни угрозами, ни внушениями, ничем другим, он удержал от зла, употреблив общий долг природы вместо врачевства и навевший на них легчайшую смерть посредством воды. Впрочем, выражение всяческих можно относить не только к людям, но и ко всему видимому, и к животным бессловесным. Даже если бы кто вознесся к ангелам и архангелам, то и там увидел бы великую благость Божию, великое милосердие. Это сознавал и пророк, и потому присовокупляет, «Да славит Тебя Господи все дела Твои и да благословляет Тебя святые Твои». То есть пусть благодарят Тебя, пусть посылают Тебе хвалы и те, которые получили дар слова, и те, которые не имеют голоса. Каждая из безгласных существ сотворена так, что, несмотря на свое безгласие, может славословить Бога собственной силой природы, через видящих Его и пользующихся им людей. Эти существа прославляет Творца своей природою, а люди и поведением, и делами, на что указывает и пророк, прибавляя, да проповедует славу царства Твоего и да повествует о могуществе Твоем. Называют здесь людей святых, исполняющих заповеди Божии, недоступных для грехов и нечестия. Что значит славу? То есть совершенство, человеколюбие, попечение, неимение нужды в подвластных Ему, столь великое промышление о них, неприступность света, неизреченность существа, непостижимость Его, и силу Твою возглаголют, то есть воспоют непобедимую и непреодолимую силу Твою, не потому, чтобы Ты нуждался в этих песнопениях и хвалах, но как для блага самих воспевающих, так и для того, чтобы научить других и сделать их общниками словословия. Потому Он и продолжает, говоря, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего. Этим Он показывает, что Бог допускает словословие для того, чтобы другие познали могущество Его. Так велика сила Его, велика слава, велико благолепие, велико и неизреченно, превосходит всякое слово и побеждает всякий ум. Но самая великость и неизреченность Его требует, чтобы кто-нибудь научал людей по причине безумия многих. И солнце, и самая светлая звезда, однако же больные глазами не видят света Его. Так точный промысл Божий, яснее всякого солнца. Но люди с превратными мыслями и закрытым слухом имеют нужду в великом попечении, чтобы раскрылся ум их. И так нужно постоянно повторять им и внушать учение об этом. Далее, так как порог сказал о славе Царствия Божия и великолепии, оставил это без объяснения, он опять возвращается к тому же и по возможности объясняет, какова это слава, и говорит, Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Не настоящих только, но и грядущих. Оно бесконечно, беспредельно и одно только вечно. И владычество Твое во всяком роде и роде. Смотри, как и здесь выражается бесконечность Царства Божия. Оно простирается на всю вселенную, на все века, на все времена. Верен Господь в словесах Своих и преподобен во всех телах Своих. Сказав о бесконечности Царства Божия, об Его крепости, твердости, непоколебимости, Он говорит о непреложности изречения Его. Слово верен, значит, тверд, истинен. Если же Бог верен, то сказано им, непременно сбудется, как Царство Его неразрушимо и беспредельно, так и слова Его тверды и непоколебимы. Первые никогда не прекращаются, и последние никогда не остаются без действия. Если же они не остаются без действия, то непременно должны сопровождаться делами. Даже если и когда Бог сказал что-нибудь и не исполнилось, то и это служит доказательством истинности Его. Наконец, говорит Он, скажи это народам и царствам, что я искореню и разорю, если раскается в пороке, и я раскаясь о том, что сказал сотворить им, и не сделаю. Подобным образом о благодеяниях говорит, благое скажу, если изменятся, то я изменю сказанное о них. И преподобную во всех делах своих. Что значит преподобен? Владыше статой в роды родов, безукоризненный, правый, чистый, непорочный, не поддающий, не поддающий никому никакого повода к осуждению Его. Господь поддерживает всех падающих и восстановляет всех неизверженных. Сказав о царстве Божьем, что оно беспредельно, об искречениях Его, что они истинны, о делах Его, что они безукоризнены, о славе и великолепии, самопевец говорит опять о человеколюбии Его, так как и то самое составляет величайшую славу Его Царствия, что Он не только поддерживает стоящих, но бодрствует и над готовыми упасть, чтобы этого не случилось с ними, и поднимает лежащих, и при том, что особенно удивительно, поднимает всех, не одного кого-нибудь, а всех, хотя бы то были рабы, хотя бы бедные, хотя бы незнатные, хотя бы происходящие от незнатных. Он Господь всех, Он не проходит мимо лежащих и не придирает колеблющихся. Так поступает Он со всей природой, так и с каждым порозит. Если же некоторые из лежащих не восстают, то не по вине Его, желающего восстановить всех, но по вине самих не хотящих встать. Так Господь хотел восстановить и падшего Иуду, и для того сделал его с своей стороны. Все. Но Он сам не хотел этого. Так Он восстановил падшего Давида и сделал его крепким. Восстановил и Петра, готового пасть. А как послушать? Симон, Симон, говорит он, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Далее Псалмопевец говорит о другом виде благодеяния, потому что разнообразно и многоразличное попечение Божие. Отче всех уповает на тебя, и ты даешь им пищи их в свое время. Видишь ли, как Он показал, что благ Господь всех и щедрот его на всех делах его. Как в Евангелии сказано, что солнцу своему повелевает восходить над злыми и над добрыми, и дождю проливать на праведных и на неправедных. Так и здесь Он выражает тоже словами, и ты даешь им пищу во благовремении. Действительно. Не дожди, земля и воздух, но повеление Божие всегда произвращает плоды. Слово «во время благопотребное» означает, что все распределено по временам и производится в разные сроки. И это много доказывает премудрость Его, что Он производит не все вместе и вдруг, но разделяет пищу по временам целого года, так, чтобы земледелец имел отдых и произведения земли не портились. Итак, слово в свое время означает или то, что мы сказали выше, то есть, что все распределено по временам, или то, что Бог дает пищу нуждающимся и имеющим недостаток. Но скажешь, как Он говорит, очень всех на тебя уповают. Когда есть много людей, живущих в нечестии, которые утверждают, что все существует само по себе, Он говорит здесь о сущности дела, подобно тому, как и в другом месте, говорит, птенцам ворона, призывающим ее, хотя эти птенцы и животные бессловесные. Еще скины бедствуют и просят пищу себе у Бога, хотя эти также бессловесные и сами просить не могут. Здесь Он говорит о сущности дела, Так надо сказать, имея в виду не желание их, а сущность дела. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Рукой Он называет деятельность и силу подающую всеми способами, внушая тебе, что произрастание плодов зависит не от стихии, а от промысла Божия. И вместе с тем показывает, как это легко для Бога, подтверждаешь ты, говорит, руку твою, так как тогдашние люди, оставив виновников всего, поклонялись воздуху и солнцу и думали, что от этого происходят плоды, что Псалмопея, желая возвести их к верховному началу, виновнику и владыке всего этого, часто говорит так, внушая, что все зависит от его десницы, что все блага происходят от его промысла. 528 Ты исполняешь, говорит здесь благоволение, то есть благоугождение, так что каждое животное удовлетворяется пожеланию своему, потребным ему. Бог не просто дает пищу, но сколько полезно каждому, сколько каждое желает, сколько нужно для удовлетворения. Смысл этих слов следующий. Ты даешь и бессловесным, и людям, и всем так, как приятно каждому, как угодно каждому, и удовлетворяешь так, что ни в чем не бывает недостатка, поэтому он и говорит. Близок Господь ко всем призывающим его, ко всем призывающим его в истине. Путями называет здесь распоряжение Божие, промышление, попечение, с каким он благоустроил все. Все дела его, говорит, достохвально, исполнены чудес, не подают никому никакого повода к осуждению, хотя иные и беснуются, и безумствуют. Дела его в сущности своей таковы, что они сияют, блестят, проповедуют создателя, его промысл, попечение, человеколюбие, правду, святость. Близок Господь ко всем призывающим его, ко всем призывающим его в истине. Вот и другой вид промышления, главный из благ. Сказав о благах общих, подаваемых и неверным, о пище, о дождях, пророк говорит теперь о благах подаваемом особенно верным. Какие же это блага? То, что Господь находится близ их, то есть охраняет их, печется о них и промышляет гораздо больше, нежели о других, благоволит к ним, милостив и благосклонен к ним, открывает им благо по преимуществу. Желания боящихся его он исполняет, вопли слышит и спасает их. Но, скажешь, Павел хотел, чтобы отступил от него ангел сатанин, то есть искушение, скорби, гонения, и однако Бог не сделал этого. Нет, сделал, потому что когда Павел узнал, что он просил неполезного для себя, то по действию Божий стал снова желать и сильно желать скорбей, и потому говорит, поэтому я благоволю в немощах, скорбях, в изгнаниях, благодушистую. Если же прежде он желал противного, то желал по неведению, а когда узнал, что этого хочет Бог, то и сам стал находить в том удовольствие. Не иного желает воля Божия и иного воля боящихся его. Если же иногда они сами, как люди, желают чего-нибудь несогласного с волей Божией, то после исправляются. Хранит Господь всех любящих его, а всех нечестивых истребит. И то немалое дело промысла охранять, доставлять безопасность, проявлять свое промышление. Грешниками пророк называет людей неизлечимо больных, не желающих исправиться. Если же кому-нибудь из любящих его он попускает подвергаться смерти, то и это для сохранения их, как случилось с Авелем. Потому что хотя тела их разрушаются, но по душе они делаются более светлыми. А после получат и тела нетленные. Таким образом, изобразив разные виды промышления Божие, сколько можно было изобразить словом, общее, частное, особенно святых, попечение околеблющихся, промышление лежащих, долготерпение, исправление грешников, хранение святых, Псалмопевец заключает свою речь опять словословием, призывает всюселенную к общению словословии и говорит «Уста мои изрекут хвалу Господню и да благословляет всякое плоть святое имя его во веки и веки». Видишь, как он, движимый благоговейным расположением, призывает не только получающих благодеяния, но и подвергающихся наказаниям, ведь и это знак промышления, не только людей, но и бессловесных животных, и стихии, и все бездушные твари, потому что все исполнено благости Божией. Не перестанем же и мы словами и делами постоянно прославлять Бога, столь благого, столь человека любивого, везде распространяющего свои благодеяния, чтобы нам получить и настоящее, и будущее благо, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.